Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Итану, наверное, нужно искать контакт То есть, по-любому Смотрите, какие они наглые вообще Крис вырывается вперед Получает флешку от Зена Еще один минус по Бризу Стика, конечно, сгорает, но это классика жанра Для Мартина Стика Станислав на улицу Он дошел поджимать Думал, сейчас через улицу будет раунд какой-то разыгрываться Ничего подобного Находит, правда, Стасян свой фраг Это 3 в 3, это шанс Но очень сложно будет Хотя есть флешки, есть смоки, есть моллики Китов, правда, не видно Но, может, где-то на А они упали Да, валяются, вроде бы Мессиво будет под флешку запускать Тарика на Аплэнд Важно, как Фарлик будет ли ожидать Да, ожидает, но не перестреливать Стан выигрывает дуэль И теперь очень сложно для атаки Так, Мейдан 1 Перекрестные позиции Да ладно, ЕГЭ такое выбивают Нужно искать бомбу Китов нет По-моему, хватает здесь времени Да, должно, вроде хватать Ну, ключевые перестрелки выиграл Стан По большому счету было 4 в 3 За Фан Пласс Феникс Занятым аппом Ну, разрыв был бы вообще Космический Мейдан Что ты здесь делаешь? Минута 36 Тип на Б Минута 36 Тип на Б И в прошлом раунде Невероятно быстро был разыгран Девайс на раунде Сейчас Фан Пласс Феникс Они душат Они не дают возможности ЕГЭ Даже просто вдохнуть в воздух И постоянный темп Всестороннее давление Ну, хорошая перестрелка от Итана Однако это большинство по-прежнему Да, но очень важно Как сейчас получили Церку Найти минус Хотя к нему даже не идут После этого минуса от Зена Ну, отличная разыгран Третий трейн И, кстати, в контексте того Что победитель этой пары Встретится с Гамбит У меня есть ощущение Что сейчас В том состоянии В котором находятся Обе эти команды И Феникс, и ЕГЭ Гамбит абсолютно спокойно Могут выигрывать одну и другую Я вот непривычно Мне об этом говорить Что вот Гамбит Вот это поджим ЕГЭ Вот это приехали Невероятно дешево занятая рампа Вообще ни одного хп не потеряли Поджим от Итана тоже считается Потому что всю сторону ЕГЭ Пушили эту дверь Так что получается 2 в 5 И инициатива наказуема Ну, вот видишь, мы пытались придумать Что же делать ЕГЭ Как бы, что попытаться поменять И один из вариантов Пойти как-то сагрессивничать Взять инициативу в свои руки Они это и попытались сделать Но, как бы, респект Фениксам Которые четко, спокойно ждут поджимы У них что-то хорошо получается А Тарик просто Ну, явно, конечно, этот угол надо чекать И вот кистолетный, как мы понимаем Очень опасный раунд Смотри, Станислав понесся тоже в пуш-радио Говорит, я вам сейчас покажу Как эта точка жмется На самом деле Тайминг потерян Он очень прикольно Очень рано промутился по рампе Но никого не нашел Сейчас уже его, конечно, ожидают Из девятки, из рампы Ой, Станислав Как он спалился Он думал, что по тени сейчас Синхронно будет выходить его соперник Ничего подобного Синхронные киллы Два в четыре Ну, Бриз ловит гранаты Ну, посмотрите Мэйден вообще на винтах Скорее всего, одиннадцатый раунд Еще и минус экономика будет у ЕГЭ Не, по карте их возят просто Как удобно Ну, это шикарная пока атака от Феникс Они делают вообще все, что хотят И я снова хочу отметить Стико Он не нашел здесь фраг Вроде как-то стороны смотришь Ну, прошелся по рампе Ничего, но он очень рано оказался на этой рампе Воспользовался шумикой по карте То, что там осталась пустая точка Занял сразу очень много территорий И инфы собрал И выходить по улице У него снова будет дуэль здесь с Крисом У которого уже 43 хп, видимо, от хаешек Станислав Ну, слава богу, хоть этот фраг сделал Уже здорово Казалось, сейчас Крис на развороте Может что-нибудь исполнить Рампа, кстати, команды ЕГЭ Отдается полностью Ее у Феникса занимают Будут душить господина Тарика Там же У Феникса отличная ситуация У Тарика Ну, вот тут Фарик находится сверху И такой, привет, нет, я тебя все-таки смотрю Ну, кто-то в окно должен был однозначно смотреть Потому что контроля длинного не было Но Итан находит Мейдена Это 4 в 3 Довольно нервное выбивание Но не присутствует Но ЦР очень важный на рампе И сейчас у него будет дуэль Которую он как раз выигрывает против Зена А Брис будто не слышит дверь Наверное, занят был, да Чем-то другим, чем-то более важным Стика на часах Дело, наверное, за малым Стика минусует вилками Получается У Станислава откраться 12-3 Вторая половина Стика бессменный опорник Рампы Здесь у нас укрепление, по-моему Да Вот с ним Фарик где-то находится Вон, под буском он как раз стоит А тут походу закрыто Дорожка-то заказана Хотя Фарлига убирают без фрага И Стика могут не отпустить Но какой шикарный поджим от Мейдена Получив инфо, он уже влился в лобби Соответственно, Станислав один А как-то кто-то его же должен был смотреть Ну, будто они ожидали этого ЕГЭ Или он убил своего игрока, который его ждал В общем, продолжает доминировать Феникс абсолютно полностью по всем Ну, пока Зен будет что-то фармить на улице Скорее всего, еще максимум флешечка прилетит Или даже сам пойдет собирать фраги против ЭКа с фармилкой Сам себя накидывает и погнал Но никого особо пока не получается найти Фарлик дает минус со Скаута Он вносит урон, чтобы Фарлику было проще как-то добивать Хотя и самому подфармить было бы не лишним Ну, пока тут 3 в 5 Крис Джей уже в спине ЦЗ-шка добивания Душат по всем направлениям Я не знаю, будет ли такое на Инферно Вряд ли Феникс чувствует себя там столь же уверенно Итан Ооо, как он читает Мейдена Видели, поводил прицелом Типа, я знаю, что за красным кто-то есть Хороший там годы Огромная дыра, Фарлик передает привет Тому, кто сидел и тренировал эти смаки по фишкам Петрика Просто дищ Все, ЕГЭ походу смирились Что это такое, Дмитрий? Не, ну это там Молик наверняка прилетел Это же явно не промазали Нет, ну может ли Молик оставить такой огромный просвет? Не знаю, но даже понимаешь Я вообще не против того, чтобы выходить в эти щели и пытаться перестреливаться Потому что ЕГЭ понимает, что нет авиака сейчас у Фениксов И надо просто выйти и перестрелять тот Скаут Дело в том, что Фарлик очень жестко попал И он словил как раз одного игрока В общем, не так критично, что там оказалась такая щель Как то, что опять продолжают свои дуэли проигрывать ЕГЭ И как раз перед этим он тоже сделал важный минус А Крис до сих пор, кстати, с ЦЗшкой Нормально он себя чувствует? Ну тут 1 хп у Итана, а 100 у Криса Давай, Итана с ЦЗшки забирай Не, у Криса все схвачено Кстати, шанс то был у Итана попасть в гол Тарик здесь же на МАК 10 У него еще еще 57 Он как бы палится Странно, что вообще жив остался Стика на авике, кстати, оказался сюрпризом Два фрага от Итана А вот вылазка на улицу не удалась Но Крис Джей все еще уже на третьей волне приема Друзья, 20 на 9 идет Де Йонг Вау, очень приятно видеть Ну, сыграет на экономику, так сказать Ну вот сейчас будет вот 3 А, его даже уже ждут рампы Не, ну все вообще без рампы 16-3 Друзья, и если победа Фан Пласт Феникс здесь могла быть плюс-минус ожидаема То вот такой разрывной счет станет явно сюрпризом для многих Но радостей пока не слишком много, понимают Фениксы Что они скорее сделали не поджим центра карты Тройной, при этом от Фан Пласт Феникс даже четверной Стика находился на коврах Его забрали, но походу здесь все вскрыто Но снова-таки то, что подмечал Дима Индивидуальный уровень игры Дзен ловит два хедшота, дальше Блайнд Не успел из него все-таки Дзен выйти Начинают перегруппироваться игроки Феникс Один на Б, второй несется туда же Ну, а Крис Жей пока дает расклад, что миддл не занят Мол, лучше, наверное, поближе быть к Б Ну, мне кажется, есть смысл что-то попробовать Понаходить какие-то пики Вдруг против тебя немного порофлят Решат понаходить дуэли один в один И ты этим воспользуешься Конечно, топовая команда редко такого допустит Ну, там пойти попикать Нет, Фарлик даже этого не делает Пытается найти какой-то килл лишний Ну, для него, как для снайпера это важно, наверное Да, там 300-600 долларов То есть это тоже имело бы смысл Но так-то 1-0 В какой-то момент... Уже у нас сразу заход на Б Да, хорошо поработали молотовыми по старту ЕГ Крис, по-моему, готовит... Ух, Крис, что ты вешаешь? Забирает Церка Его, правда, не отпускают И вновь в большинстве окапываются на базе Б Игроки Злых Гениев Есть подсадка Ну, и есть минус Вот Бриза Да, законтроллили подсадку у ЕГ Это был еще какой-то призрачный шанс у Феникса засыпиться за этот раунд Но ЕГ не позволили Это ему свержится Теперь будут пытаться два дигла с арморами засевить Но Итаны этого не позволяют сделать Спокойно находят смог Стико В общем, поздравляем ЕГ Реально два раунда подряд Первый раз за матч И довольно малой кровью отделались ЕГ Используется пистолет Как пообщаться с игроками Почему они это делают? Ну, пока... Вот, кстати, ЭКО Здесь есть засада на точке Б Но есть разворот Итан, 3 хп Выживает По идее, может позволить себе погибнуть Ага, его рокируют станистом тоже на фармилке И этого Стаса вообще не пошло Но Трактор не принес ему фрагов Да, я думаю, он бежал уже с этой фармилкой Только на ка человек умер И здесь пока только один Фарлик пытается еще кого-то найти Но у него это не получается И Стик уже видит В итоге снова один девайс потеряли И хорошо закрепляется по экономике ЕГЭ У ЕГЭ, как все говорили Но тем временем они идут на четверых игроков На базу Бейт Получается даже найти Энтри у Бриза Но отлично пользуются гранатами На самом деле обе команды много дэма Подносили Да, у Мейта на 47, 69 у Фарлига При этом нужно уже, наверное, переключить Сити получается Там, кстати, будет смещаться Фарлик Нет, на Сити тоже залетает дым Крис начинает немного нервничать Мол, что же это такое Злые гении тут напридумывали Занимается Б1 Дальше Молотов на тройку И пропик от Арика Действительно, отличный момент Теперь 3 в 3 Только сейчас опорники с А начинают смещаться Ставится бомба Выдывание непросто Из гранат есть только дым И наборы китов одни Да, очень, на самом деле, сложно будет выбить Но не суперхорошие позиции Заняли, на самом деле, ЕГЭ Они не заняли ни тройку, ни тёмную И в итоге есть сейчас инфа по Стасу Из него будет Перестрелка с Фарликом, который он выигрывает Очень на тоненьком И одна из ключевых дуэлей была в этом раунде В итоге Зен 1 в 2 Когда его контролят АВИК Без шансов получается ЕГЭ Браво Первый байраунд в их копилку Также мониторим Не забывайте писать сюда За кого вы болеете ЕГЭ это или Феникса Наверное, за них Вот сейчас тоже будет приятно поболеть Будет расширяться их фан-база, так сказать Вот тебе бы приятно было за Феникс болеем? Было бы интересно Если они такие Определятся с составом Особенно, если у них остались По крайней мере, у меня такое впечатление И вот с приходом Криса Как раз это может поменяться Потому что мы все знаем Что это игрок, который может очень много импакта Индивидуальной игрой вносить Но тем временем Это сейчас не имеет значения Потому что 4 в 2 остаются на фальсе Феникса Все зависит от Криса сейчас Очень нужен ему килл Кстати, килл он дает Попал по последнему Минус 2 от Криса И это взятый 2к раунд Даже не в форса Просто пистолеты Три армора Немного уверен Ну, а Мейда не та Непонятно присутствует инфа То есть, вроде бы Тарик осторожно Еще и флешка Вот это великолепно Это круто сделали ЕГЭ Полностью в этом моменте Здесь Тико будет пытаться найти Еще какой-то фраг Но, блин, сложно Отрезали смоком На первом он не чекает игрока В общем, не зацепились Судя по всему ЕГЭ Точнее, фанпласс Феникс Тоже за второй раунд Вот мы видели эту проблему У ЕГЭ на первой карте Здесь попытались нагло Динамично очень играть Феникс Пока всю защиту Они так играют очень нестандартно За этим очень прикольно наблюдать Пытаться То есть, вообще не понимаешь Что происходит Вот сейчас как бы Два игрока Был на поплите за атаку Другой за защиту Был с банана И к нему еще шли с ямы Вау Ну, складывается впечатление Что одна флешка Решила судьбу этого раунда Потому что у Мэйдена Очень, очень хорошая позиция была на банане Станислав чуть фарлиги не дочекал Татчанин думал Что сейчас его будут Подпушивать Сейчас так Крис Инициатива Ну, фрага не было Размен бокоплюсов Еще фарлик промахивается Здесь возможность играть козырек Один-второй Немного менять позицию Дзен третьего дожимает Хорош Оставляет Мэйдена один в один Ну, что будет делать Итан? Он пойдет на Б В тот момент, когда Мэйден уже выходит на длину Итан прочел Прочел ситуацию Он понимает, что В ближайшие секунды поймет Что из Сити выхода не будет И диапазон Мэйдена Можно будет прочесть А вот самому Мэйдену придется При том, что уже прошла Где-то половина времени таймера Проверять все позиции на точке Еще и параноица за руины И как Дима подметил Дыма-то нет Значит Просто сесть диффузит на морозе не выйдет Проверяет Итан Заряживается ли бомба или нет Мэйден делает хил Да ладно! Слишком широко Итан открылся Мэйден сам, может, не поверил до конца Как это так? Итан проиграл Блин, мало времени это было Продвигается ЕГЭ нагло играют под ребра Тарик выходит сам с бомбой на ребра Спадает от Фарлига Он два минуса дает И Фениксы опять пытаются нагло играть на ребрах Не давать спокойно занимать эту точку ЕГЭ Лепет молодой начанин По отцовски он еще идет на репик Здесь ему немного не везет Но благо Мэйден был на размене Очень нагло действует Феникс С первой карты вообще ничего не поменялось То есть вроде бы Фарлик нашел два кила Остался жив По логике вещей Входи обратно на длину Закрепляй большинство Он пошел репикать И это почти принесло ему третий минус Да, у них в принципе явно план есть Пытаться не давать точку Установят бомбу Стика не будет палиться Его не проверят Да, он просто выходит на инициативе Вот отличная позиция на тюрьме А тут Крис уже оказывается в спине у Станислава 5-3 Начиналось все напомним со счета 4-0 И к данному этапу первой половины денег у ЕГЭ Мне явно пока что нравится их оборота на этой карте О, Мэйден Снова лепит Здесь массовая пробежка по банану Зажим Мэйден Крис пришел застил Эй, ты посмотри У Мэйдена там еще и ассист был на 5-го Но это подробности на сайте ggbet.ru Еще раз Но пока кетч Они абсолютно не прекращают вообще Не стесняются Зэп просто пушит сам мидл Находит два минуса Это шок Супер наглая игра от Феникс Продолжает дальше наглеть фарлик Два игрока уже заняли полностью банан И продолжает дальше пушить Крис со смоком в яму Ну как-то будто уже занесло немного игроков Феникс Очень на пистолетку похоже Когда тоже, да, Феникс вроде бы начинали в большинстве Но дальше уцепиться за это не вышло Так, возможно, Стика сейчас будет сюрпризом Потому что первый-то пробежал, а второго как раз Стика подрезал Хороший тайминг, но теперь его точка отхода будет читаться Молотов в дефолт Но Тарик ставит бомбу за ящик закрытый Стика вообще ничего не боится, лол Он точно сдал, что его будут контролить И все равно вышел на уверенность и расстрелял Это просто супер индивидок Ты бы так пикнул? Ну, я бы ждал, скорее, своего второго тимбета Но я же не Стика И Стика находится там Стика выигрывает эту дуэль И облегчает очень задачу для Мейдана Вау, ну, я не знаю Сейчас, может, приедем в Европу Тут как-то игра более размеренная такая И сейчас играют против Фениксов, которые пушат вообще все, что хотят И, может, флешбеки какие-то с Фури у них возникают Но тем временем попытка ворваться на 15 Но Фарлик делает минус И не дает возможности ЕГЭ как-то зацепиться хоть за что-то с пистолетами Ну, просто дикие птицы эти Фениксы На точке Два красных соперника По идее Тарик прорывается на своем дефолтном тэке КП у него было мало Один за другим погибает ЕГЭ Ну, как знатно У Зайна теперь хорошие шансы По идее здесь и стика, может быть, не читаем Потому что Зайна уже спалился И Фарлик третьим номером Фарлик смог вообще нашел Походу Хитон вообще стоит как каменная статуя какая-то на точке Седьмой раунд для Феникс Все хуже и хуже с каждым раундом дела у ЕГЭ И тут хорошо, что хоть деньги есть Минус от... Ой, Фарлик, я хотел это сказать Прицел-то вроде был на сопернике Дальше контр-выпад И, ну, один минус Второго оставил красным стик Его пытаются найти И хаешки залетают Ну, в общем, накормили знатно Игроков команды ЕГЭ в коврах По идее 4 в 4 С этой конштатацией Мейден Ну, вот, казалось бы, 4 в 3 Зачем тебе лезть? Зачем? Да, за тем, чтобы статистику свою в порядок привести Наверное, не знаю, 13-8 Но это уже было лишним Явно такой кураж Ловят игроки Феникс Может быть, не терять уверенность в своих силах С от стика Минус Итан Итан 8-5 И первая половина уходит Феникс Еще раз отметим ЕГЭ вели со счетом 4-0 По 100 Хофф дальше продлевает гранат Вообще никаких теперь не осталось У защиты есть молик Есть флешки И мало хп у атаки Должна какая-то... Какие-то невероятные хэдшоты должны залететь Но Бриз вот уже 1 килл находит по стику Так, дальше развивается это выбивание Молотов за тройку Размен снайпер на снайпера Церк в уголке Кстати, заканчивается время Бризы сейчас должны душиться Залетает у него в голову Вытягивает время Это может быть раунд Церка пушит Один в один Цент Но отпускает Дефьюз Церк походу этот момент прочувствовал И все-таки раунд уходит ЕГЭ Выбивание 5 в 3 Для команды Феникс заканчивается ничем Цент подрывается Но можно, наверное, сказать, что Тоже наш хороший друг Наверное, лучший друг Церка Вышел просто Флеканул 5 в 4 Отличный старт для фан-пласс Феникс Уверенно находят entry Вот второй рамп подряд с айвиком Игроки Фениксов ЕГЭ здесь не получается Как-то спокойно дойти Они не могут вообще дефолт Спокойно разыграть Занять банан, занять ребра Феникс абсолютно не позволяет это сделать Везде Везде мешают И у них это продолжает получаться Здесь какой-то специальный, видимо, смог Мэйден такой подкинул Чтобы щель найти И у него это хорошо получается Ну как специальный Иногда это происходит Выглядит будто специально А по факту случайно Дальше идет пушить в этот дурь Какая наглость, боже мой Это дичь уже какая-то Это же Мэйден в позапрошлом раунде Шел 4 в 3 поджимать мидер И он же пошел Запушил в свой же смог Просто незаконное какое-то Противостояние Мэйдена все же забирают Врываются через дымы Нет, Тарик, ты не Мэйден Так не будет сделать Скилл от Криса Как итог 9-6 В третий раз отмечу Что ЕГ вели со счетом 4-0 И... 3 на 3, грубо говоря Смотрим, чем закончится Тут Хаешка, которая Вообще никакого урона не наносит 3 кило 3 игрока ЕГ Было на КТ И всех их просто развалили Церк И Церка ждут На самом деле Минус от Бриза, минус от Церка Нужно что-то делать с Бананом Церк не справляется С Фарлигом И по Бризу инфа есть Он один Стика будет ставить бомбу в закрытую На гробах у нас Мэйден Залетает еще и дым В которой Бриз вынужден пушить Все-таки еще и патроны заканчиваются Вот это пистолет Что за дикий пистолетный раунд Подобранный P250 Последней надежды Но фейка по Дефьюзу нет И Бриз понимает Что эту пистолетку ему не спасти Как бы он не хотел 10-6 Дмитрий Ваши мысли по этому поводу Вау, то что этот раунд еще продолжался И был шанс у Бриза Это уже шок Почти взял раунд И Бриз всегда славится тем Отрезают ребра И идут на Б-базу Где находится только один Итан Но сейчас может быть Пару шареных хэдшотов Нет Вот просто должна Скорее всего должно что-то произойти Кто-то из игроков ЕГЭ Должен взять что-то жесткое Вот как Бриз ту пистолетку Или сейчас там Митер несколько хэдшотов взегла Что-то должно произойти Это получается уже будет Третий или даже четвертый Турнир к ряду для ЕГЭ Который они проваливают в Европе Получается так Сейчас я точно подниму архивы КГБ И давайте-ка посмотрим Значит Они играли Бласт премьер Октябрь-ноябрь Играли Бласт файнал 2020 года Но по-моему и там и там они не выходили А Тарик пока Занимался курочкой И его стико решил найти В общем абсолютно ничего не получается у ЕГЭ И в интервью Время чтобы восстановиться А тем временем Мы видим коэффициенты 1.27 на Феникс 3.54 на ЕГЭ И по сути Диаметрально противоположный По отношению к тому Что было в самом начале Эта карта Хотя Коэффициенты сами по себе Тоже не совсем разгромные То есть Нет там 1.09 например Или там 1.1 Ну это было бы совсем странно По счете 1.06 против ЕГЭ Ну номинально уже 12 наверное Потому что тут 4 Юсупа Ну да 99% случаев Что это будет победа Фан Пласс Феникс Примерно столько же процентов Как на Нюке туда Когда с рэмпы убегать пистолеты Да? Примерно да Ну может быть Кстати наш Толл аналитики Тоже отмечал Довольно успешные мувы от Тарика На карте Д'Инферно под конец Ну здесь бомбардировка Б Скорее всего вариантов Феникс нет Уж нужно заходить Ну в общем мы сами понимаем Что шансы здесь не очень хорошие Не читается подсадка Да и сложно было стикать Сюда перевести прицел Тарик Подкидывается на зена Это 12-7 И квадрокилл А теперь после этого Ну попадает по Крис Джееву Вот кстати тоже интересно Он сам мог понять что попал по Ника? Ну, кстати, вполне, почему бы и нет. Может быть, он не полностью уверен, но, скорее всего, допускает, да, что попал в ногу. Мейдан находит очень, продолжает очень нагло играть, находит минус по Итану, и Тарик остается один на Б, к нему приходит Церк. Ну, не спешат пока Феникса, хотя вот практически моментально идет занимание Рёберт, где сгоняют Станислава. И мы смотрим на Зена, который уже на 15, и понимает, что игрок с 15, скорее всего, стянулся на Б, он находит минус по Станиславу. Ну, шикарная игра вообще в этом раунде, в атаке от Феникса. По крайней мере, пока что пользуются зонами, они великолепны. Да, но под флешку Церкотарик снова открылся на банан, нашел здесь Фарлига. Понятное дело, Феникс делают разворот на 180, будут заходить в А, проверочка для Бриза. Кстати, он ловит блайнд, нашли ли его? Какая стрельба! Просто какая стрельба! Две головы! Живет, нажимает по третьему, друзья, это Винсент Кайонте! Они таким образом зажмут как раз игроков, которые на 20, с двух сторон, и сложно будет принять этот выход. Ну, сплита-то нет. Хорошо хоть получилось сделать размен, но Станислава там нужно еще найти. Наблюдаем за ним, на него не смотрит Фарлик, пил от Тасяна, но дальше снова размен. Стика и Мейден 2 в 2. Бомба в клуб ставится, аккурат под пески, которые занимает Стика. Шанс для ЭГ. Так, Стика. По-моему, выпустил Итана. Минус размен. Ковры не заметил, хотя услышал спрыг. Здесь времени очень мало у Итана. Стика пытается просто на время играть. Чуть без патронов, что ли, Итан был? Не важно. Он уже, наверное, понял, что раунд ему точно не взять. А что нужно было ЕГЭ? Выбивать побыстрее. Тупить на ковры. И после этого сплитом можно будет занять центр карты. Ну, он будет пытаться, да, сейчас всей командой занимать ребры. Может, это, кстати, будет какой-то прямой заход на А сразу. Они вообще на контакт это делают. И Фарлик смотрит и 20. Это будет легкий килл для него, конечно же. Он продолжает сам наглеть без размена. Он попал по Станиславу, кстати. Теперь шансов у Стасиана выжить немного. Бриз последней надежды. Его снова не ожидают. И снова шикарная стрельба от Винсента. Теперь 2 в 2. Ну, я не знаю, это дежавю с прошлого раунда. Опять 2 в 2. Там Стика и Крис Джей. Ну, правда, в прошлом был Стика и Мейден. Ну, теперь хотя бы смок и флешка есть. Уже можно какую-то зону отрезать. Например, смок от больших кинуть флешечку направо и пытаться залетать в план. Это уже хоть что-то, какие-то шансы. Вот это и пытается делать. А, он как-то близко вообще смок кидает. Тогда смок от плен залететь. Не, ну так сложно. Так сложно. Как-то, ну ладно, еще вдвоем сыграть тут подразменчик. Но не делают этого ЕГЭ и очень... Потому что ЕГЭ делают ЭКО вообще без арморов. Только один армор у Церка. И делают выше план. Сейчас Зен вместе с Фарлигом здесь разберутся. Вот по поводу того, удастся ли Феникс поддерживать такую стилистику в дальнейшем. Я бы сказал, что сейчас им все равно. То есть задача просто выигрывать матч за матчем. Да, это катка на вылет. Здесь можешь полностью поменять свою игру. Так, чтобы она сработала один раз. А дальше уже готовятся под другого соперника. Так что то, что сейчас делают Феникс, конечно, полностью работает. Пять в ноль заканчивается раунд. И теперь семь подряд нужно брать команде ЕГЭ. Тогда как... Ну, не по шансам здесь стреляться. Как же будет играть Мэйден? Дым развеивается. Очень близкие позиции соперника Банана. Найс выезд от Фарлига. Добивает Станислава. И теперь как раз игроки на Банане могут пытаться начать агрессивничать. И их как раз может Мэйден и подловит. Да, вроде двигался куда-то Итан, но решил остаться. Так, наверное, специально потопал сейчас Мэйден, чтобы забать на выход соперников. Но широковато открылся из-под уголка. Стика выходит из ковров. Его, кстати, не замечает игрок на повозке. И все внезапно переворачивается. Но бомба лежит на центре карты. Что-то с этим нужно сделать. Итан перестреливает Фарлига. И один в один по хп примерно одинаковая ситуация. И у обоих Фамасы. Вот это классик. Ну, преимущество у Итана же, наверное. Конечно, да. Тут 25 секунд, нет времени у Криса ждать и пытаться откуда-то с другой стороны заходить. Хотя Итан все-таки начинает переживать. Крис выждал тайминг. Теперь понимает четко, где находится карта из игроков. Найс шот, Крис Джей. 16-8. Победа со счетом 2-0. Никакого преимущества нет. Но, наверное, вот после первой карты, когда пересталось под контроль и уходить Инферно, а уже здесь в первой половине, как-то ЕГЭ уже перестали верить, что ли, в свою победу. То есть, когда... Субтитры создавал DimaTorzok